Этим летом у лагерых розного профиля, которые были открыты на базе установок класса, отрымалась оздоровить докладная лизба 32 723 школьника, что на 5% больше, чем было летом. Правда, это средняя лизба. У некоторых районных сколько детей, которые летом наведывали в школьные лагеря, навсегда снизилась. А тому, подчас ознагородивания установок, которые вызначили все у период летней оздоровления компании, одночасово со словами подяги, учить и конкретное пожадание, необходимо больше активно расповсюживать ебший опыт. Похоже, в этом же Луицком районе, например, колькость детей, которые наведывали летние школьные лагеря, сегодня это снизилась больше, как на 12%. Есть проблемы с организацией лагеря праца и отпочинку, ведь тут иснуют объективные причины. Шерох кероников предприемства отмываются от предоставления прационных местам неполнолетним. Терот плюсов этого года – увеличение малю в два раза колькости лагеря дённых ознаходжения и так званых межведомостных лагеря с уделом войсковых частей, милиции, вартовальников. А при этом проходят апробацию такие виды школьных оздоровлений, как круглосуточные лагеры. Терминознаходжения у их поколи не ведьмизначный, извечая на коля 9 дён, а плюсы – видовочные. Психолог занимался каждый день с детьми, устраивал какие-то игры, занятия, тренинги. Потом воспитатели, потом было спортивных много, соревнования разные. Ходили и в 13-ю школу, и в 42-ю на стадион ходили. Проводили так, наш педагог-организатор проводил с ними КВН, что, где, когда проводил. Он очень творческий, талантливый человек. В общем-то, каждый день у них был занят, они просто не ожидали, что так будет хорошо у них и весело. Царод новых форм организации летней занятости – интеграционный лагерь мастерской накеруванности у Гомеле, профильный лагерь школы самостоятельности у Мазари и первый лагерь по робототехнице, организованный областным центром техничной творчести. А прачатаго у Рогачевском районе денежный лагерь за ориентацию на педагогичную профессию. Что отличится плану на наступный год, то больше уваги плануется надать створению умов для летних отпочинку детей инвалидов. Есть питание до работы сельских школ по притягнении до активных отпочинку не только пестовых наученцев, а не и детей, которые проезжают на лето увезку с города. Не все еще работают так, чтобы массово можно было вовлечь ребят, которые у бабушек и дедушек на каникулах находятся в сельских населенных пунктах. Еще не достигли мы открытия лагерей труда и отдыха, круглосуточных лагерей, которые с удовольствием идут старшеклассники. Не достигли того уровня, когда каждый желающий старшеклассник может зарабатывать деньги летом. Здесь у нас предстоит большая работа вместе с организациями и предприятиями, которые создают нам рабочие места. Поэтому эта работа будет продолжена. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания ГОМИ.